Здравствуйте! В эфире программа «Потребительская корзина». В Крыму начался курортный сезон, поэтому мы решили проехаться по всем курортным объектам нашего побережья и рассказать вам, сколько стоит сейчас отдохнуть в Крыму. Начали мы с Тимитворья. Этот небольшой и уютный уголок, расположившийся недалеко от Алушты, просто-таки создан для тихого семейного отдыха или уединенной релаксации, чтобы отстраниться от всего шумного мира. Дорога сюда просто потрясающе живописна, хотя красотами славится весь наш южный берег. Объект размещения – отель, так что сюда вы поедете отдыхать, а не лечиться. Хотя наш воздух и море сами по себе целебны. Корпуса расположены на первой и второй линии от моря. Территория отлично обустроена и очень ухожена. Но давайте смотреть номера. В первую очередь мы посетим номер класса «Стандарт». Двухместный стоит он 3200 рублей в сутки. В номере есть холодильник, достаточно большой телевизор, что важно – кондиционер, а также чайник, набор посуды, небольшой столик. Никуда без большого вместительного шкафа. Несомненно, хорош собой санузел, в котором есть и фен, и собственный бойлер, и даже биде. И вполне достаточно места. Кровать в номере большая, мягкая и явно располагающая к отдыху. Можно в таком номере отдохнуть, вполне. Но смотрим еще варианты. После номера «Стандарт» мы посетили номер «Люкс». Ведь в каждом уважающем себя отеле есть варианты в разной ценовой политике. Давайте рассмотрим, что есть у нас тут. Ведь номер «Люкс» – это не только название, но и цена выше почти на 5000. Стоимость «Люкса» – 8200 рублей. Начнем с того, что площадь этого номера куда больше, чем «Стандарта». Здесь и лучше мебель, и больше кровать. Также в номере «Люкс» есть рабочий стол, который необходим тем, кто часто совмещает отдых с работой. Санузел тоже весьма внушительного размера, с примерно тем же наполнением, что мы видели в «Стандарте». Больше площадь разве что. Кроме того, что здесь очень много дополнительной мебели, которой нет в номере «Стандарт», есть главное преимущество. Это вид на море. Невероятная красота. Жить на первой линии у горя – это действительно просто потрясающе. Свежий морской бриз помогает дышать свободнее, ну а виды прекрасны по умолчанию. Также на территории данного объекта часто проводятся интересные конкурсы. В цену номера включено пользование бассейном, а также завтрак и обед в ресторане. Ресторан тут, кстати, просто потрясающий. Мало того, что меню не повторяется день изо дня, так есть еще и шведская линия. У нас-то принято называть «шведский стол». Во всем разнообразии вам предложат и аперитив, и дивный лавандовый напиток, который отлично успокаивает нервы. Кому не нравится ресторан, можно пообедать в одном из кафе на территории или купить продукты в магазине. Мы же двигаемся дальше. Одним из традиционно пролетарских, как говорили раньше, курортов всегда была Алушта. Профессорский уголок до сих пор чаще называемый рабочим, тому отличный пример. Да и многим симферопольцам всегда в удовольствии на выходных сесть в троллейбус, проехаться до моря и подышать воздухом. В Алуште всегда можно найти сувениры с крымским колоритом или просто забавные и интересные вещички, которые можно привезти в подарок близким или поставить на полку у себя дома. Приехав погостить в Алушту, вам стоит обязательно посетить три объекта, которые, что приятно, находятся в шаговой доступности друг от друга на пятачке возле троллейбусной станции. Это аквариум, парк миниатюр и дельфинарий. Но если о Южном Береге говорит кто-то не местный, не крымчанин, то, скорее всего, вспомнят совершенно другой, хоть и соседний город. Настоящей жемчужиной Южнобережья всегда считалась Ялта – царский курорт. В Ялте мы решили посетить один из лучших отелей Южнобережья и посмотреть, какой отдых могут предложить и нам, и туристу. Цена двухместного номера категории «Стандарт» стартует от 2600 рублей. Давайте разберемся, что нам предлагают за эти деньги. И первое, что попадается над нашим пути – это шкаф. Большой и вместительный в нем также есть сейф. Для верхней одежды предусмотрена вешалка с подставкой под обувь. О, тапочки! Также в номере есть рабочий стол. К нему прилагаются настольная лампа и телефон, по которому вы можете связаться и с портье, и с кем-то за пределами отеля. Естественно, есть телевизор, а также мягкая мебель, ну, кроме кровати. Не забываем про кондиционер. Ванная комната не слишком большая, но укомплектована всем необходимым. Хорошо, теперь идем в самый дорогой номер. Номер категории «Люкс». Вип отличается от номера категории «Стандарт» не только размером, но и очень многими другими нюансами. Стоимость его варьируется от 11 тысяч до 20, в зависимости от сезона. Что ж, давайте попробуем разобраться, что нам предлагают за эти деньги. В первую очередь стоит отметить то, что этот номер двухуровневый. На втором этаже расположилась небольшая уютная спаленка. Конечно, можно наслаждаться теплым летним крымским дождем, гуляя по набережной. Но ведь гораздо приятнее наблюдать за ним из окна такого номера. На первом же этаже у нас располагаются основные помещения. Куда же без шкафа, тем более, что в нем расположился сейф. На кухне есть огромное настенное зеркало, что визуально расширяет пространство. Кухня, кстати, вполне полноценная. И с наборами посуды, и с раковиной, и с чайником, и с микроволновой печкой. Куча ящиков, в которых тоже что-то лежит. Ну, или можно положить. Естественно, большой холодильник. Если есть кухня, то должен быть и обеденный стол. Естественно, есть и кондиционер. Ну, а телевизор действительно виповских размеров. А ванной в этом номере, кажется, можно снимать вообще отдельную передачу. Тут вам и парфюмерия, и пространство, и зеркала. Стоимость номеров также включены такие услуги, как посещение тренажерного зала и бассейна. Теплый зимний бассейн находится буквально через перегородку от тренажерного зала, который весьма неплохо укомплектован. Питаться же гости могут в ресторане при отеле. Если, побывав в Крыму, вы не посетили Южный берег, то, считаете, вы никогда не видели настоящее Южное море. Ну, а с вами была программа «Потребительская корзина». Оставайтесь с нами, мы знаем о ценах всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!